Добрый вечер, дорогие друзья. Мы немножечко задержались, но мы хотим начать, продолжать читать Библию. Будем читать русскую каноническую Библию в синодальном переводе. И сегодня в Америке празднуют замечательный день, День Любви. Я думаю, что самое большое проявление – это Бог, потому что Он есть Любовь. И без Его ничего не может быть. Если мы не наполнены Богом, значит мы не можем быть наполнены Любовью. И я верю в то, что самое большое проявление Божьей любви явилось во Христе Иисусе, когда Он отдал Себя за нас грешных на крест Голгофы. И так важно, чтобы каждый из нас это понял. Сегодня мы продолжаем читать Псалтырь и 145-й Псалом. Аллилуйя. Хвали душа моя Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есен. Не надейтесь на князей, на Сына Человеческого, в Котором нет спасения. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю Свою. В тот день исчезают все помышления Его. Блаженковый помощник Бог Иаковлев. У Него найдено Господа Бога Его, сотворившего небо и землю. Моли и все, что в них. Вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчищам. Господь разрешает узников. Господь отверзает очи слепым. Господь восставляет собенных. Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову. А путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать во веки. Бог твой, Сион, в род и род. Аллилуйя. Салон 146. Хвалите Господа, ибо благо пеет Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающее. Господь, созидая в Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Исчисляет количество звезд, всех их называет поминам их. Велик Господь наш и велика крепость его, и разум его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, и нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно словословие Господу. Пойте Богу нашему на гуси. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит, он не на быстротенок человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим на милость его. Псалом 147. Хвали Иерусалим Господа, хвали силам Бога твоего, ибо он укрепляет верея ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро чечет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свою кусками. Перед морозом его кто устоит, пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестит слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израиля. Делал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя. Псалом 148. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в Вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Дохвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворились, поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа и от земли великие рыбы, и все бездны, огонь, и град, снег, и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы, и все холмы, дерева, плодоносные все кедры, звери, и всякий скот, пресмыкающиеся птицы, крылатые цари земные, и все народы, князья, и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, дохвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил урок народа Своего, слава у всех святых Своих, сынов Израилю, народа близкого к Нему. Аллилуйя. Псалом 149. Аллилуйя. Пойте Господу песню новую, хвалаемую в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе Своем, сыны Сиона дорадуются о Царе Своем. Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях допоют Ему. Ибо благоволит Господь народу Своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах Своих. Да будут словословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их. Для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать цари их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный. Честь сия всем святым Его. Аллилуйя. Псалом 150. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на твердие силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трудным, хвалите Его на псалтире и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных, все дышащее, да славит Господа. Аллилуйя. Книга притчей Соломоновых. Первая глава. Притча Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Чтобы познать мудрость и наставление, понять излечение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрое и умножит познание, и разумно найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости сестра Господней. Глупцы только презирают мудрость и наставление, свое наставление отца твоего, и не отвергая завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшения для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, постережем непорочного без вины. Живых проглотим их, как преисподние, и целых для нисходящих в могилу. Мы наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы нашей добычей. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами. Склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, ногу твою отстези их, потому что ноги их бегут козлу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, и на площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будете услаждаться буйством, доколе глупцы будете ненавидеть знания. Обратитесь к моему обличению. Вот я и зайду на вас, дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато я и посмеиваюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихр, принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня, за то, что они возненавидели знания, и не избрали для себя страха Господня. Не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих, и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить в безопасности, и спокойно не страшать зла. Глава 2. Он охраняет пути правды и оберегает стезию святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезию. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твой. Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы. А те, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезик своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая обмягчает речи своей, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти и стезии к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле и непорочные приводят на ней, а беззаконные будут истреблены из земли и вероломно искоренны из нее. Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои дохрани сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обдержи ими шею твою, напиши их на скрижале сердца твоего. И обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих. И наполнится жительница твоей до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает. И благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобой не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мирные. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженные, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью развезли с бездны, и облака копят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих. Храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей, и украшением для шеи твоей. Когда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться. И когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагуба от нечестивых, когда она придет. Потому что Господь будет упованием твоим, и сохрани ногу твою от уловления. Не отказывай от благодеяния и нуждающимся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему, пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его. Потому что мерзость перед Господом развратная, а с праведными у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие. Глава 4. Главное – мудрость. 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 Немного поспишь, немного подремнешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его, он умышляет зло, во всякое время сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость души его, глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые помыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями. Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей, навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя, когда ляжешь, спать будут охранять тебя, когда пробудешься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь есть светильник и наставление, свет и назидательное поучение, путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от стива языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящему горе, чтобы не обжечь ног свои? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней и не останется без вины. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден, но будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего. Кто же прелюбодействует женщине, у того нет ума, тот губит душу свою, кто делает это. Побоя и позор найдет он, и без чести его не изглавится. Потому что ревность, ярость мужа, и не пощадит он в день общения, не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты не умножал дорог. Глава 7. Глава 7. Глава 7. Глава 8. Глава 8. Глава 8. Глава 8. Глава 9. 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 Глава 10. пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не ненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. Начало мудрости страх Господней и познание святого разума. Потому что через меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя. Если боим, то один потерпишь. Женщина безрассудная, шумлимая, глупая, и ничего не знающая. Садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогу, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда. И с кедоумным ему сказала она, воды краденые сладкие, и утаенный хлеб приятен. И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазванные ею. Глава 10. Притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый огорчение для матери. Его не доставляет пользы сокровища. Неправильная правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод в душе праведного. Стяжание же нечестивых и сторонник. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. Благословение на праведника у стажей беззаконных заградит насилие. Память праведника прибудет благословенно, а имя нечестивых омерзений. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Кто ходит непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Уста праведника источник жизни, у стажей беззаконных заградит насилие. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого розга. Мудрые сберегают знания, но уста глупого близкая погибель. Имущество богатого крепкий город его, беда для бедных с худость их, труды праведного к жизни, успех нечестивого к греху. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает. Кто скрывает ненависть, у того устал живые, и кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а содержащий уста свои разумный. Отборное серебро и язык праведного, сердце же нечестивых ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Благословение Господне оно обогащает и печали с собой не приносит. Для глупого преступное деяние, как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет. Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Праведник вовеки не поколебится, нечестивые же не проживут на земле. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых развращенное. Глава одиннадцатая. Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден ему. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными – мудрость. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукатство коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибнет. Праведник спасется от беды, а вместо него попадет в нее нечестивый. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии праведники веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Скуда умный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Зло причиняет себе, кто уручается за постороннего, а кто ненавидит ругательство, тот безопасен. Благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокоосердный разрушает плоть свою. Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду награда верная. Праведность ведет к жизни, а стремящийся козлу стремится к смерти своей. Мерзость пред Господом коварна и сердцем, но благоугодны ему непорочные пути. Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным. Семя же праведных спасется. Что золотое кольцо в носу у севиньи, то женщина красивая и безрассудная. Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых гнев. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщаться, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Кто удерживает у себя хлеб, тот клянет народ, а на голове продающего благословение. Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Расстроивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет рабом мудрого, сердцем. Плод праведника, древа жизни, и мудрый привлекает души. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. Глава 12. Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он судит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников не подвижен. Добродительная жена, венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его. Помышление праведных правда, а замыслы нечестивых коварство. Речи нечестивых засада для пролития крови. У стажа праведных спасают их. Коснись нечестивых несчастья, и нет их, а дом праведника стоит. Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет презрений. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Праведный печется и о жизни скота своего, сердца же нечестивых жестоко. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам прознолюбцев, тот куда умен. Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. У глупого оказывается гнев, его облагоразумные скрывают оскорбления. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного обман. Иной послослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Коварство в сердце зломышленников – радость у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом устал живые, а говорящие истину благоугодны ему. Человек рассудительный скрывает знания, а сердце глупых высказывает глупость. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет подданию. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Праведник указывает ближнему своем путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежно многоценно. На пути правды жизнь и на стезе ее нет смерти. Глава тринадцатая. Мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не слушает обличения. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Иной выдает тебе за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает тебе за бедного, а у него богатства много. Богатство своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Свет праведных весело горит, светильных же нечестивых угасает. От высокомерия происходит раздор, осоветующихся мудрость. Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Надежда долго не сбывающаяся, там и сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Учение мудрого – источник жизни, удаляющийся от сети смерти. Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток. Тякий благоразумно действует с синоним, а глупый выставляет на показ глупость. Худой посол попадает в беду, а верный посланник – спасение. Нищета и посрамление отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будет чести. Желание, исполнившееся, приятно для души, но несносно для глупых уклоняться от зла. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с детьми – развратится. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. Много хлеба бывает и на небе бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детьми наказывает его. Праведник есть досыта, а чрево беззаконных терпит лишения. Глава 14. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем. В устах глупого бич гордости у стажа мудрых охраняют их. Где нет валов, там ясли пусты, а много прибыли от силы валов. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знания легко. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Мудрость разумного знания пути своего, глупость же безрассудных заблуждений. Глупое смеется над грехом, а проследи праведных благоволений. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой. Дом беззаконных разорится, и жилище праведных процветет. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Человек с разращенным сердцем насытится от путей своих, а добрый от своих. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимательный к путям своих. Мудрый боится и удаляется от зла, а зло глупо раздражительен и самонадеет. Вспыльчивым может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые у ворот праведника. Бедный и ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд бедным, тот блажен. Не заблуждает ли умышляющее зло, но милость и верность у благомыслящих. От всякого труда есть прибыль, и от пустословия только ущерб. Венец мудрых богатствий, а глупость невежь и глупость и есть. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господен источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Во множестве народа величие царя, а при многолюсте народа беда государю. У терпеливого человека много разума, а раздражительный высказывает глупость. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Кто теснит бедного, тот хулит творца его, что сиже его благотворит нуждающемуся. За зло свое нечестиво будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почает сердце разумного и среди глупых дает знать о себе. Праведность возвышает народ, а беззаконие бесчестие народа. Благоволение царя к рабу разумного, а гнев его против того, кто позорит его. Глава пятнадцатая. Короткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Кроткий ответ – древо жизни, но необузданный сокрушение духа. Глупо пренебрегает наставлением отца своего, а то внимает обличением, то благоразумен. В доме праведника – обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого – расстройство. Уста мудрых распространяют знания, а сердце глупых – не так. Жертвы нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодна ему. Мерзость пред Господом – путь нечестивого, а идущего путем правды он любит. Злое наказание уклоняющегося от пути и ненавидящий обличение погибнет. Преисподние и Эвадон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. Не любит распутных обличающих его, и к мудрым не пойдет. Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце разумного ищет знания, уста же глупых – питается глупостью. Все дни нечестивого – печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище – при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели окормленный бык и при нем ненависть. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Путь ленивого, как тернованный плетень, а путь праведных – гладкий. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Глупость – радость для малоумного, а человек разумный идет прямую дорогу. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Мерзость пред Господом, помышления злых, слова же непорочных угодны ему. Краснолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых извергают зло. Далек Господь от нечестивых, а молитвы праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая месть уточняет кости. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господний научает мудрости, и славе предшествует смирение. Глава 16. Человеку принадлежит предположение сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в глазах его, но Господь взвешивает души. Придай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестиво глядет на день бедствия. Мерзит пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Милосердию и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примеряет с ним. Лучше немногое с правдой, нежели множество прибытков с неправдой. Сердце человека обдумывает путь свой, но Господь управляет шерствием его. В устах царя слово вдохновенное, устаивай, не должны погрешать на суде. Верные весы и весовые чаши от Господа, от него же все гири в суме. Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдой утверждается престол. Приятный царю уста правдивый, и говорящего истину он любит. Царский гнев – вестник смерти, но мудрый человек умилостилит его. В светлом зоре царя – жизнь и благоволение его, как облако с поздним дождем. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Путь праведных – уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. По гибели предшествует гордость и падению надменность. Лучше смиряться от духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Разум для умеющих его – источник жизни, а ученость глупых – глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Человек лукавый, замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный, сеет раздор и наушник разлучает друзей. Человек неблагонамеренно развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы, совершает злодейство. Венец славы – седина, которая находится на пути правды. Долготерпеливый – лучше храброго, и владеющий собой – лучше завоевателя города. В полу бросается жребий, но все решение его от Господа. Глава 17. Лучше кусок сухого хлеба с ним мир, нежели дом полный золотого скота с раздором. Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство. Плавильное для серебра и горнило для золота, а сердце испытывает Господь. Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка фагубного. Кто ругается над нищим, тот хулит творца его, кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их. Неприлично глупому важная речь, тем паче знатному устал живые. Подарок – драгоценный камень в глазах владеющего им. Куда ни обратиться он успеет. В прикрывающийся проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. Лучше встретить челку-медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. Кто за добром воздает зло, от дома того не отойдет зло. Начало ссоры, как прорыв воды. Остарь ссору прежде, нежели разгорелась она, оправдывающая нечестивого и обвиняющая праведного, и оба мерзость пред Господом. К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Человек малоумный дает руку и вручается за ближнего своего. Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падение. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Родил кто глупого, себе на горе, и отец глупого не порадуется. Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Мудрость перед лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли. Глупый сын досада отцу своему и огорчение для матери своей. Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду. Разумный воздержан в словах своих и благоразумный хладнокровен. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым и затворяющий уста своих благоразумным. Глава восемнадцатая. Приходи ищет свои нравные и восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы выказывает свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием поношение. Слова уст человеческих, глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток. Не хорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его. Слова наушника – как лакомство, и они входят вовнутрь. Нерадивый в работе своей, брат-расточителя. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Имение богатого – крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. Перед падением возносится сердце человека, а смирение пришествует славе. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух – кто может подкрепить? Сердце разумного приобретает знания, и ухо мудрых ищет знания. Подарок у человека дает ему простор, и до бельможды ведет его. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. Жребий прекращает споры и решает между сильными. Озлубившийся брат – неприступнее крепкого города, и ссоры, подобны запорам замка. От плода уз человека наполняется чрево его, и произведением уз своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. С мольбой говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, чем брат. Глава 19. Лучше бедный, ходящий в свои непорочности, нежели богатый, со лживыми устами, и при том глупый. Нехорошо душе без знания, и торопливо ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а сердце вынегодует на Господа. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки. Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него. Гонятся за ними, что им поговорить, но и этого нет. Кто приобретает разум, тот любит душу свою, кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Неприлична глупцу пышность, тем паче рабу господство над князьями. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слабо для него быть сенсорительным проступком. На гнев царя, как рев льва, и благоволение его, как краса на траву. Глупый сын, сокрушение для отца своего, и сварливая жена – сточная труба. Дум и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа. Ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. Хранящий заповедь хранит душу свою, а нерадеющий о путях своих погибнет. Благотворяющий бедному дает займы Господу, и он воздает ему за благодеяние его. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся, криким его. Глупый сын не вливый, пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще лучше наказывать его. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделать тебе последствия мудры. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господа. Радость человеку, благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый. Страх Господня ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Ленивый опускает руку свою в чашу, и не хочет донести ее до рта своего. Если ты накажешь кощунника, то и простой, и сделается благоразумным, и если обличишь разумного, то он поймет наставление. Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамный и бесчестный. Перестань, сын мой, слушать нарушения об уклонении от извлечения разума. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста без закона глотают неправды, готовый для кощунственных суды, и побои на тело глупых. Глава двадцатая. Вино глумеливо, и секера буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен. Гроза царя как бы рев льва, кто раздражает его, тот грешит против самого себя. Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорит. Ленивец зимой не пашет, поищет летом, и нет ничего. Помыслы в сердце человека глубокие воды, но человек разумно вычерпывает их. Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит? Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое. Кто может сказать, «Я очистил сердце мое, я чист от греха моего». Не одинаковые весы, не одинаковая мера, и то, и другое мерзость пред Господом. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Ухо слышащее и глаз видящий, и то, и другое создал Господь. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть, держи открытыми глаза твои, и будешь досато есть хлеб. Дурно, дурно, говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится. Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь уста разумная. Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дрессвоем. Предприятия получают твердость через совещание, и по совещании веди войну. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко открывает рот, с тем не сообщайся. Кто злословит отца своего и мать свою, то восхитильник погаснет среди глубокой тьмы. Наследство, поспешно захваченное, вначале не благословится впоследствии. Не говори, я отплачу за зло, предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Мерзость перед Господом, не одинаковые гири и неверные весы, не добро. От Господа направляются шаги человека. Человеку же как узнать путь свой? Сеть для человека поспешно давать обед, и после обеда обдумывать. Мудрый царь выведет нечестивых, и обратит на них колесо. Святильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Слава юношей, сила их, а украшение стариков седина. Радует побоев врачество против зла, и удары, проникающие во внутренности чьего. Глава двадцать первая. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет он направляет его. Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых. Грех. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Приобретение сокровища лживым языком, мимолетное дуновение ищущих смерти. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они ответили соблюдать правду. Превратен путь человека, развращенного, а кто чист, того действия прямо. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливого женой в пространном доме. Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его. Когда наказывается кощунек, простой делается мудрым. И когда вразумляется мудрый, то он приобретает знания. Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергаются нечестивые в нечестие. Кто затыкает ухо свое о копле бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Подарок тайны тушит гнев, и дар в плазуху сильную ярость. Соблюдение правосудия, радость для праведника и страх для делающих зло. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и туг, не разбогатеет. Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного лукавый. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женой сварливую и сердитую. Вожделенное сокровище и туг в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и слабу. Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись. Кто хранит уста свой и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Надменный злодей, кощунник, имя ему, действует в пылу гордости. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Жертвенечестивых мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее. Живосвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Человек нечестивый дерзает лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Аминь, друзья мои. Вот еще один час подошел к концу. Спасибо большое за то, что вы были с нами. Я не уверен, что будет у нас завтра, потому что я имею поездку в Нью-Йорк. Если я успею вернуться, то мы прочитаем что-то. Если нет, то что-то придумаем другое. В любом случае, мы будем на связи, а вот мы будем делать какие-то объявления в отношении того, что будет происходить. Мы благословляем вас. Спасибо за то, что вы любите Божье Слово и слушаете и читаете вместе с нами. Мы благословляем ваши выходные, благословляем всю вашу жизнь. Да будет имя Господне благословенно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok